здравствуйте уважаемый юрий степанович приветствуем вас на котляров fm благодарю что нашли немножко времени для наших уважаемых слушателей и зрителей у нас в онлайне сейчас немного сколько человек 50 наверное а вот ну будет 50 было 50 36 даром тебе передаю эстафету так как ты человек осведомленный у нас юрий степанович а я буду у вас интервьюером у нас такая есть такое понимание как радиация а точнее отсутствие понимания радиации потому что мы знаем и черт но были различные события так и как на фокусима и все пугаются и не знают что это такое то есть мы будем делать ликбез ликвидация без грамотности и так вот радиация и ее составляющие скажите пожалуйста юрий степанович тут написано очень много своеобразных формулировок вот даже вот заглядываем в википедии видим тут радиация в радиотехнике радиация и ионизирующее излучение радиация тепловое излучение так все же чего люди вот все-таки страдает и давайте все-таки что же вот давайте так вот давайте мы сначала все это объединим то что вы сейчас сказали радиорадиация атомная радиация там в этих и так далее а почему все радиации то это аналогично тому же что я всем и говорю вот мы разделили на все вещества на три категории проводники полупроводники и диэлектрики а почему а по одному принципу что все они так или иначе проводят электрический ток поэтому их и делят на проводники диэлектрики и полупроводники ну и далее диапазоны теперь главное определение радиации существует такое понятие невидимое излучение вот это очень важно что люди не понимают что и видимое излучение тоже радиация но вот этот диапазон видимой радиации улавливает наш глаз а идут и ультрафиолетовые инфракрасные и рентген ну и прочее прочее и радио а мы их не улавливаем а наш человеческий организм к этому не способен поэтому сразу дают определение невидимые неосезаемые стоп а как же тогда болим а как же нам плохо делается значит мы их осязаем другой вопрос мы не можем их почувствовать сразу но есть такой момент когда например вы попадаете в эпицентр ядерного взрыва и вы погибаете там сразу идут два вида излучений ну условно это искровой разряд и световое излучение то есть электроискрового разряда это уровень солнечного света поэтому говорят закрывайте глаза и самое первое вот и второе уже идет радиоактивные заражения почему потому что опять мы делим все вещества как я всегда говорю на электро вещества тогда появляется очень простая формулировка что радиация это электро вещество которое в зависимости а вот теперь очень важно от концентрации и скорости распространения наносит различный вред здоровью всему живому и природе а природа она настолько велика что она эту так называемую радиацию или другие называют это свободная энергия это не свободная энергия это избыточная электрическая составляющая которая вырвалась из искусственно созданной ловушки бомбы где ее там собрали потом взорвали то есть что мы делаем вот эти как я их называю бандиты мы занимаемся из пустого в порожнее людей заставляют добывать уран перерабатывать его вооружение готовить бомбу а потом уничтожать тех людей которые достали люди должны понимать что никакой убийственной технологии нельзя идти ни за какие деньги потому что все что вы делаете и автоматы и пулеметы и пушки и бомбы все это пойдет только против вас вожди и всякого рода педики которые во власть сидят они от этого укроются у них денег хватит а мы уничтожим сами себя вот важнейший момент который должны понять давайте я все понял теперь что же такое радиация радиация и вот если вы помните его называют гамма излучением потом есть второе излучение бета и третье излучение альфа значит в действительности радиация это все а как же радиоактивная тогда радиация а как же в этой то есть они сами не знают о чем они говорят в действительности первый самый маленький по плотности но любой по размеру электроатом сирот является первичным так сказать электроатомом который они причислили гамма излучением то есть вы можете сразу писать вот этот порядок гамма излучения тире электроатом сирот что мы имеем электроатом сирот это инертный газ это нейтральный газ электро вещество не газ а электро вещество и в периодической системе он у нас находится в ряду инертных газов следующее излучение бета открывайте напротив водорода бета излучения это водороды водород нейтральный аж 0 2 и водород активный аж 0 1 понятно да открываем третий альфа излучения он уже идет как гелий гелий 0 4 гелий 0 1 2 гелий 3 4 потому что гелий 0 2 4 имеет ту же структуру и поэтому математически мы считать можем и так и так а приходим к одному результату стало быть гелия в природе 3 а не 4 по разновидности потому что одна и та же структура не может давать разные названия это у нас только ничего не знают а называют новые элементы и так первое самое страшное мы их называем бета гамма бета и альфа они всегда идут где в во всех реакторах где вырабатывают электричество или как нам говорят новые вещества или что одно и то же электро вещества дальше уже более плотные вещества идет я почему говорю после гелий идет у нас не он вот не он это точно так называемый радиационный материал он инертный он обладает наименьшей плотностью в своем периоде не он вот не он это радио радио радиация а уже дальше фтор кислород азот углерод и прочие это уже радиоактивные заражения то есть это уже те атомы которые получены в результате взрыва но их не разорвало до состояния всеродов или там инертных газов но они создают эту структуру и отсюда мы получаем радиоактивные заложения и заражение вот вам классический пример йод 130 слышали такой который все это структура йода у него там своя плотность и вот вдруг говорят 130 а что значит 130 это значит что у него загнано туда электричество столько что у него плотность стала 130 вот и все и он идет как радиоактивные заражения и так идут все атомы по периодической системе теперь когда мы возвращаемся ко второе к этому шестому седьмому периодом ну там говорим а там уже много радиоактивных а там уже радиоактивные вещества по природе у них в процессе природы не в процессе взрыва искусственного а в процессе естественного накопилось много избыточного и они его достаточно прочно держат и они его излучают порциями я подчеркиваю не квантами как говорят нам уголовники потому что кварт так квант по-русски переводится порция доля и вот они выделяют электроатом всерод порционно там специально все закрутили а там выбрасывается электроатом всерод определенного размера и он считается счетчиком гейгера в рентгеновских одни в виде этого видимо света другие инфракрасные третьи и поэтому мы имеем весь диапазон радиации которые находятся у нас в районе планеты земля вот она есть за пределами там радиации очень мало там только есть поток радиации от солнца и тогда это убивает а у нас защитный слой который из опять же из электроатомов всеродов ни из каких не из озонов как нам лапшу вешают потому что если у нас о 2 кислород то озон о 3 это уже азота этот да это уже азот если мы прибавляем один электроатом это уже другая структура азота но ученые такие за ученые что они хотят и нас такими сделать вот поэтому радиация такая же вредная штука и как ультразвук и как свч излучения но самое главное концентрация и скорость излучения вот у нас холодильники тоже излучают компьютер тоже излучает но мы делаем небольшую защиту и мы прикрываемся а поскольку мы в атомных реакторах там проводят огромное физики они чем больны физики больны огромными как они говорят энергиями а на самом деле накоплениями электроатомов всеродов они эту огромную кучу создают и выбрасывают в мгновение а если это делать постепенно то можно собирать электричество прям спокойно с любого радиоактивного элемента то есть то о чем все ищут он существует уже в природе заизолировали его и отводите электрические заряды составили несколько этих приборов этих кусочков и которые будут тебе избыточное электричество с чистотой этого циркония выделять тик так тик так тик так и ты можешь собирать это электричество это тоже радиация поэтому под термином радиации я не конкретно если мы говорим что это электро вещество это конкретно мы утверждаем что во первых это электрические заряды то есть это созданная композиция из всего тогда все проблемы сразу снимаются и определяются они размерами и плотностями поэтому я всех призываю посмотреть еще раз на скайпе в сиротком в трехмерном в 3d варианте периодическую систему каждого отдельного атома и вы увидите что там везде все построено из одной и той же элементарной разноразмерной электрической частицы электрического вещества электрического заряда электрической волны и так далее всерода но когда они создают совокупные атомы они создают конструкцию а всякая конструкция обладает свойством единственный без структурный электроатом всерот у него нет структуры он может только участвовать при создании структур и совокупных атомов поэтому это единственная первичная частичка или как называют ее первоатом но уголовники называют это первый кирпичиком чтобы в нашем сознании шар убрать это каменщики придумали им кирпичи класть удобнее чем шары и они придумали такую систему оболванивания как кирпичи для строительства домов да это удобно а природа вся состоит из сфер поэтому никакой опасности сама электро структура атома всерода не несет она несет ее концентрация и ее количество и размер то есть почему вот я всем привожу простой пример мы живем ну в нашем на на руси я говорю я никогда не говорю украины россия я говорю на руси на юге руси на севере руси на западе руси белоруссии как называют но эти политиканы уголовники разделили нас вот наш диапазон у нас здесь средняя а говорят излучение 14 единиц было раньше 9 сейчас 14 и наш организм его нормально переносит но если мы выезжаем на другие территории ближе к югу ближе к экватору то там совсем другой поток ну например в индии там 60 65 единиц но там люди уже к нему приспособились и они легко это переносят ну скажем так это не вредит их жизнедеятельности множению и деятельности жизнедеятельности а мы когда туда попадаем мы не подготовленные они уже поколение по поколению совершенствовались на нас это действует и поэтому люди которые подготовлены ну вы знаете что такое спортсмен сначала у него маленькие нагрузки потом большие-большие он легко переносит а если взять неподготовленную он надорвется как вот я по дурости 70 лет поднимал тяжести из дуру и надорвался вот из-за чего сейчас страдает точно так же и действует радиация если вы подготовлены организм у вас защищен и вот нас все время пугают этой чернобыльская езда она была страшна да она была страшна во время взрыва да она была страшна и в первое время там огромные радиоактивные эти их огородили но масса людей которые остались в тех зонах жить и то же самое с Цусиме чем страшна Цусима чем страшна другая факция потому что это все загрязняет мировой океан вот если бы мы научились бороться и изымать из нее электричество для пользы проблем нет нам бы радиация ну никак не вредила вот я всем рассказываю как я электричеством защищаю от коррозии я научился делать так что я подвожу туда электричество и у меня железо не ржавеет то есть мне не нужно дополнительно вырабатывать на электростанциях на атомных станциях я научился вырабатывать электричество на месте и все и решаю проблему и вот если бы мы так все решали я подчеркиваю самый важный момент если бы мы не ставили задачу получить электричество для торговли а в действительности эта банда при власти организует структуру ограбления и мы платим за свое добытое электричество им в три дорога там чубайсом и прочей мрази они все время повышают цену на электричество а ну что их не что станции строили они что ли они все украли у народа и на этом на этом нас грабят потому что например для китая путин продает электричество за полтора рубля а с меня берет четыре с половиной вот он преступник в чистом виде да тут конечно такой странный подход нелогичный странный подход это подход уничтожения коренных жителей он везде просматривается там где нужно устроить уничтожить коренных жителей вот он все вы уже знаете закон о торах знаете в россии был прошел путин придумал торы для китайцев он выводит их из под контроля местных властей подчеркиваю это путин который демократ выводит из под контроля коренных жителей территории и отдает их китайцам они огораживают там территорию строить свои границы они не платят налог в местный бюджет они платят только налом в карманы тем кто им дал это ли не преступление но это преступление узаконено и точно так же они уничтожают наши территории они травят этими всякими химикатами после этого территория никудышная а у нас требуют восстановления и это правильно а почему тогда иностранцам разрешают уничтожать нашу землю а у жителей дальнего востока там у них отбирают вообще леса у них там они живут на этой как ее на добыте животных ну как же в америке бизонов уничтожали чтобы построить америку уголовную структуру эти евроуголовники из европы истребляли бизонов индейцы вымирали от голода вот точно так же действует сегодня путин он отдает этим уголовникам китайцам они все уничтожают а местным жителям жрать нечего почему а я им говорил вы признали национальность вы отделились из государства как автономия все вы не управители потому что создана вертикальная структура управления она главнее а этого быть не должно ты наверху тебе делегировали власть не для того чтобы ты уничтожал коренной народ а для того чтобы ты его оберегал и не лез в дела коренных народов а он видите ли берет на себя такую функцию я хозяин и я царь территории которая ему не принадлежит он вообще никто он чиновник но люди этого не понимают что чиновники должны выполнять указания народа а не наоборот вот точно так же и с радиацией радиация она сама по себе абсолютно безопасна но если ее собрать концентрированно ну она становится опасной ну так же как свалки ну что там бросил спичку ну не страшно а когда там горы мусора когда там идет гниение когда там идет процессы уже это уже помойка которая может принести вред точно так же мы добываем вместо радиации медь а у нас отвалы добываем уголь у нас там отвалы добываем железо у нас отвалы шлаковые и так далее то есть мы должны думать только о главном достал чтобы все использовал научись чтобы у тебя мусора не было вот тогда ты решаешь правильную задачу и поэтому все атомные станции это самые опасные любого вида они самые опасные концентраторы смерти они ну представьте себе что сейчас хоронят на дне моря эти радиоактивную воду японцы Юрий Степанович они у наших детей я подчеркиваю они у наших детей воруют будущее уже сейчас ну вот о чем люди должны думать чем опасна радиация ну Юрий Степанович мы же для этого и пытаемся вот хотя бы по полочкам все разобрать поэтому мы сегодня выбрали тематику радиация потому что ей и пугают и стращают то есть а чтобы у людей было представление что это не так все сложно все гораздо проще Юрий Степанович корень ложь да я же говорю я же говорю все просто так вот получается у нас есть альфа бета гамма частицы то есть и что же у нас самое опасное когда на большую концентрацию это гамма получается правильно частицы ну все три одинаково вредны но наиболее вот смотри опасен носорог опаснее слона нет слон потому что он тяжелее а к носорогу если подойдешь он слепой он плохо видит и так далее то есть вы все время еще раз обращайтесь к природе в природе все четко наверху вот теперь подчеркиваю наверху все материалы которые уже потеряли свой избыточный заряд в сироте остался только там скомпенсированный если мы сейчас создадим где-то на поверхности земли опять избыточный заряд это будет опять точка и вот наглядным примером эти вот центры атомные и ядерные и вот я подчеркиваю вам вы слышали про бозон как бы элементарная частица а почему же они ее не называют радиоактивной второе если они ее открыли то почему они ее не ввели в периодическую систему как базовую то есть вранье и все эти ядерщики врут коллайдерщики врут потому что они нашли только математически высчитанную вероятность а математика считает ничего если вы хотите что-то посчитать переходите на счет русов где считают предметы или природные единицы ну тогда получается мы вот знакомы с вашим трудом то есть я всем уважаемым слушателям советую все-таки просмотреть другие видеоролики и на других каналах Юрия Степановича он очень подробно рассказывал и конечно же лекция очень много но я вам советую потратить время чтобы у вас появился какой-то образ и миропонимание из чего же состоят те или иные вещества и так Юрий Степанович все же у нас вот радиация она опасна когда идет переизбыток альфа бета и гамма то есть большему счету это всерода водорода только другой плотности и гелия правильно правильно это вот смотрите это вот чтобы вы поняли это это в каких либо концентраторах типа атомных станциях атомных бомбах это самое страшное почему потому что она имеет очень маленькую плотность и скорость взрыва ну вы знаете ориентировочную скорость взрыва допустим тротива Юрий Степанович не знаю где-то три пять километров в секунду вот такой скоростью летит вот этот а может быть и больше восемь десять летит вот этот электроатом всерод электроатом водород электроатом гелий он пронизывает наш организм что это делается он на короткое время выбивает если концентрация не очень большая то он выбивает нас из равновесия а потом наш организм его переваливает и все нормально если же это делать стабильно находиться то он уже начинает осаждаться и начинает новые строения атомов то что мы называем раковыми опухолями это просто переизбыток электричества поэтому опухоли бывают злокачественные и нет не злокачественные вот поэтому вся система заключается именно в этом если мы я всем объясняю едим одно мороженое и аккуратненько его едим и балдеем от вкуса то попробуйте запустить даже десяток мороженых сразу в желудок поплохеет то есть вы должны понимать что вот так в природе все устроено и жизнь безопасна только там где мы способны переваривать те условия в которых мы живем Юрий Степанович скажите пожалуйста а вот как убрать эти избыточные заряды альфа бета гамма то есть ну как бы ну давайте так на станциях есть защита и если бы не было защиты которую они делают ну и конечно уже давно все погибли но нам все время говорили помните о мирном атоме вот атом действительно мирный но когда его получают искусственно он уже какой смертельно опасный почему потому что атомные станции сделаны не для того чтобы электричество вырабатывать а для того чтобы перерабатывать вооруженный уран а побочно вырабатывается тепло и электричество вот о чем идет разговор но опасность заключается в том что любая атомная станция в любой момент может взорваться ну так же как машина ты ездишь ездишь вдруг она тебе отказала это техника и вот на вашей чернобыльской С ну а я на сто процентов уверен что это диверсия этого организатором который был Мойша Гарбер он же Горбачев почему я его считаю главным организатором потому что он врал нам что там был официально врал что там был тепловой выброс в действительности у меня были люди которые знакомы с этим и которые работают там вот был этот выброс и грипп высотой до 500 метров в Чернобыле на четвертом энергоблоке но нам врали мало того для этого туда загнали велосипедистов чтобы старт дать из Киева велогонки там у нас была такая велогонка и все делали чтобы нам нас дурить если бы они были нормальные люди не убийцы они бы признались что надо с этим бороться и народ бы пошел а что получилось там люди не знали как бороться люди прыгали погибали прямо на местах заливали водой эти реакторы они не понимали что они этим усиливают пожарники там столько погибло что трудно себе представить и поэтому разработчик этих станций легасов потому что все сразу отказались легасов оказался рыжим ну он честный человек он поехал там поработал потом говорят что застрелился я тоже не уверен я думаю что его тоже застрелили но это мои предположения вот поэтому чтобы он никогда не раскрыл этой тайны там на самом деле делали как бы какие-то испытания как бы но испытания сделали а контрольные операции не сделали чтобы в случае переразгрузки перегрузки сработало реле они реле эти отключили ну и в результате произошло накопление эти твелы начали вырабатывать огромное количество по мощности станция стала светиться вся там ну и как северное сияние ну и в результате последовал взрыв вот такая ситуация была вот юрий степанович все же люди страдали вот это от этой радиации страдают периодически вот ну от себя можете сказать какой-то совет для обычного человека то есть как себя очистить то есть вот не активная хотя бы радиация вот то что вот переизбыток в организме вот есть советы там грибы есть вот так как они как это есть грибами выводят есть компоненты там еще как-то выводят но извините меня я в этом вопросе не штангель циркуль я сам не лечился не участвовал ни в каких разработках по этому поводу поэтому к сожалению вам никаких рекомендаций не могу единственная моя рекомендация я вам уже сказал начинайте думать чтобы ни одна конструкция которая выходила из рук вас ваших родственников ваших детей не была взрывоопасной для жителей земли вот сейчас идет это всякое ГМО всякие новшества и первое с чего надо начинать как они вредят природе и жителям вот и все все свалки вы понимаете вот мы Китай он уже сейчас знаете да Китай почти все ходят уже в Москву потому что там уже нет числорода и поэтому ему нужны новые территории это уже фашизм они уничтожили все свое теперь им нужны другие территории уничтожать чужое вот и все поэтому надо четко стоять за свою землю и никогда вот это очень важно не идти на поводу бандюков которые строят дома мы вам 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 построим дома построим заводы у вас будет лучше обращаю ваше внимание я уже прожил 73 года кто улучшал себе условия уголовная власть халуи прокуратуры халуи банкиры халуи МВД халуи ФСБ они улучшали себе жизнь а народ только ухудшался думайте на кого вы работаете вот и все бандюки вас одурили и заставляют бесплатно работать они вот выступают мы законы пишем вы посмотрите с какими воротничками с какими прическами я уж не буду говорить каждый раз как ловят так миллиарды ворованные Путин собрал около себя воровскую шайку и создал воровскую систему под названием демократия вот и все а народ как был как ему выходит медведи в Крыму говорят денег нету подождите а до него коммунисты так же говорили вот построим коммунизм будете жить хорошо а народ как жил в нищете так и будет жить пока не поумнеет Юрий Степанович ну вот знаете вот какая вот такая грустная тенденция многие знают что происходит я тоже постоянно говорю мы живем в концлагерях на нашу огромную землю Русь поделили на сектора искусственно на бумаги на зоны на зоны зоны да и каждые зоны да разная там режим получше где-нибудь где-то похуже а вот рецепта к сожалению никто я вот не слышал чтоб подсказал как от оккупантов избавиться объясняю всем я в лекциях это очень часто говорил единственный рецепт поумнеть как только человек поумнеет он будет знать все что делать как делать и когда делать и никогда ни у кого не будет спрашивать ну вот я вам привожу простой пример у кого-то там где-то на улице убили брата он приходит в прокуратуру они возбуждают дело начинают пугать этого второго который пошел он приходит и говорит меня уже пугает убийство когда убьют тогда приходи вот вам система в которой мы живем когда ты сдохнешь тогда тобой займется власть а она все время занимается этим чтоб ты сдох пенсионные фонды воруют эти корпорации воюют космические корпорации воюют армейские воюют путин назначает туда воров одних вот вам армию разоржал этот табуретник Сердюк у него и создана банда ну никого же не посадили банкиры разоряются как может банк разориться если он ничего невыгодного не делает значит только разворовывается они каждый месяц должны отчитываться они отчитываются и что никто не видит все дураки что ли это из нас делают дураков и вот когда вы поумнеете тогда вас дурить не смогут об этом четко говорит один из евроуголовников он говорит народ должен быть тупым если он поумнеет мы с ним не управимся и для этого банки финансируют и школы и институты и университеты и академии чтобы из нас сделали баранов а потом попадает уже другая система политическая все мы должны быть политикнутыми втянуты в эту политикнутую борьбу за власть где уже все давно определено а вы как пешки ходите и голосуете ну юрий степанович тогда давайте забудем про политическую тему я понимаю подожди назови мне хоть одно что есть не политика скажем так я скажу чуть по другому если вы не интересуетесь политикой то политика интересуется вами это первое второе мы все люди социальные человеки социальные и соответственно мы однозначно взаимодействуем с той или иной системой власти политикой вот мой же посыл включается в том чтобы люди хотя бы по полочкам понимали тот или иной предмет и потом у них уже появится такой рефлекс самообучаться и тогда они будут понимать что политика что не политика первая твоя ошибка нельзя разделять знания на предметы вот счет предметов надо разделять потому что лопата плюс корова не суммируется ты можешь суммировать лопата плюс лопата плюс лопата то есть одни и те же а вот знания почему мне все это удалось решить я объединил так называемую химию так называемую физику и так называемую математику а по-русски это счет трусов знания природы и реализация это на осознании то есть каждый человек должен все рассматривать в комплексе ничего делить нельзя потому что у тебя тогда мозги тоже будут в крапинку в полосочку в квадратик если ты будешь их разделять а если вот у тебя хорошая лампочка это очень хороший символ он меня радует потому что у тебя там в твоем процессе происходит все в лампе вот если ты изучишь что там происходит ты будешь знать все и ты самое главное поймешь принцип созидания мира то есть не слово мир а созидание вселенной потому что мир это очень опасное слово это означает масонно-иудейские разрушения Рим тоже в обратную сторону и поэтому исходя из прошедших данных Рим иудеи строят в трех местах был Рим в Италии был Рим в Константилополе и теперь Рим строят в Москве сегодня он построен у власти человек который заявляется разрушителем своей страны за 26 лет они разрушили все что могли ну я имею ввиду на Руси включая и то что вы называете Украиной и продолжают разрушать во имя вот этого третьего Рима иудеев вот и все а разделять ничего нельзя должна быть единая основа знаний как прекрасно построено дерево корневая основа подожди корневая основа стволовая основа и крона ничего там делить нельзя это система жизнеобеспечения они обеспечивают друг друга и разделять их нельзя вот и все поэтому знания познаются а дури обучаются хорошо ну Юрий Степанович мне нравится изложение ваше еще много лет назад я слушал как вы излагали счет то есть людей заставляете проснуться и смотреть на вещи гораздо проще не то что начинают рассказывать обычно в учебниках пудрить мозги вот и поэтому мы с вами разбираем все по полочкам мы не не в смысле разделяем а мы грубо говоря берем кусочек смотрим какой он есть и потом уже у нас появляется образ что это все работает в едином значит еще одна ошибка твоя значит как нас сейчас обучают по какой методике знаешь да нет вот плохо а тебе в школе каждый день об этом говорят в институте тоже говорят она называется от простого к сложному а там корень ложная вот а по логике русов от простого общего к простому составляющему но не наоборот это очень важно ты даешь общее изучаешь там в общем составляющие тогда у тебя картина и ты смотришь как у тебя появляется ну как художник рисует ну да он живописец как живописец он пишет картину мазки 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 потом но у него уже картина была в голове в голове то же самое этот как его да винча когда его задавали вопрос ну как у вас получается так красиво все он говорит видите ли я беру чулку или камень и убираю все лишнее у меня остается то что я видел ну вот вот у меня вот сейчас вопрос юрий степанович все же вот у меня вот картина вот у меня сейчас камень да то есть непонятно эмфическая радиация все же эту тему хочу поставить точки над и у меня есть непонятная радиация теперь мы с вами разобрали что у них главные составляющие альфа излучения это виды гелия бета излучения это водород в различных объемах скажем так и гамма излучения это у нас все рот которые при при большой концентрации эти вещества влияют на человека концентрации скорости да то есть понятно что ускорение тоже добавляет скажем так плотность грубо говоря то есть ну не плотность опасность вот и соответственно как она грубо говоря на меня влияет ну и соответственно и на моих родных близких на наш народ род и так далее поэтому для того чтобы понимать что это такое то есть как можно добывать электричество как в данном случае безопасно сделать для организма человека поэтому интересует по крайней мере я для себя сделал определенные выводы вот например у меня предложение вот подумайте Юрий Степанович подходит оно или нет например я беру два электрода обычный электролизер вы его знаете это элементарный мост делается да и грубо говоря прогоняется через воду и там получается одна вода скажем так с концентрацией этих зарядов да и соответственно если у меня переизбыток этих зарядов я могу попивать к примеру эту водичку в небольшом количестве и частично это поможет мне убрать заряд вот видите мы с вами только что пообщались и у меня появился такой образ почему бы и нет огорчу тебя это было модно лет 30 назад тогда все делали эту воду все мечтали об этом но они не понимают главного что такое электролиз вот это очень важно вот есть совокупные вещества ну допустим вы знаете самое которое ну строго индивидуально этот вода разлагается только при электролизе и вот что очень важно она разлагается на нейтральные электроатомы водород и на нейтральные электроатомы кислород и поэтому твои мысли должны правильно соображать кислород в чистом виде штука не очень безобидная ну окислитель да но когда например делают операции чтобы усилить работу сердца дают дышать кислородом но кислород обжигает понимаете и поэтому в природе мы живем с разбавленным кислородом азотом и другими газами потому что азота много больше почти в три раза чем кислорода в атмосфере вот поэтому когда вы делите а вода у нас универсальный растворитель и вот вы его начинаете под действием электричества разлагать вода разлагается на кислород и водород а то что у вас остается кислород и водород из воды выделяются а вот то что остается там это вопрос не очень простой вы же делали в каком-то сосуде керамика а керамика да дальше у вас какой-то электрод электрод у меня из как вам правильно сказать обычные контактные такие вот не важно вот теперь я объясняю вот в первую очередь вы их используете потому что они по действиям электролиза тоже восстанавливаются и выбрасываются избытки и вот ваша вода поэтому делится так называемую щелочную и так называемую кислотную но это все опять очень важно условно в электролите в этом у нас тоже мы наливаем кислоту H2SO4 но как говорят около нода одно около катода другое нет там все одно и то же другой вопрос скорость взаимодействия в одной стороне скорость в другой стороне должны быть одинаковые а функции разные обратного направления если мы когда заряжаем электролит мы туда вводим электроатом всерот он осаждается и на электродах и в самой жидкости самое главное что заряд в металлах не сидит он там всегда избыточный он может сидеть только на поверхности либо диэлектрике вот да а когда мы говорим об электролите он сидит в объеме это очень важный момент вот почему я когда взвешивал наверное вы смотрели этот ролик специально меня проверяли из Эстонии ребята из Ярославля там и другие они пытались там подловить меня но они не знали процессов так глубоко вот получалось что все идет нормально так вот когда мы закачиваем туда кислород ой кислород всерот в кислоту мы же перед этим H2SO4 кислоту разбавляем дистиллированной водой и тогда в кислоте образуются промежутки вот туда мы можем загнать всерот который хранится там хранятся заряды не в аккумуляторе а в электролите аккумуляторы это коробка с устройствами чтобы накапливать а потом накопившиеся выделять куда нам надо вот такая же система мы говорим мы заряжаем а подключаем к сети выпрямитель мы не заряжаем это нам говорят зарядное устройство это выпрямляющее устройство а вот аккумулятор зарядное устройство аккумулятор разрядное устройство то есть в зависимости от того к какому полюсу мы подключаем то ли мы избыток выводим то ли мы избыток подводим вот такая штука и в природе всегда так приток исток накопления если нет накопления это гальваническая ванна если есть накопление это аккумулятор и точно такая же вот ваша лампа она не накапливает электричество она через себя его пропускает и преобразует вот вы видите у вас полосочка огненный цвет и вот как все говорят скорость бежит ну и куда ваш куда свет убежал вы же видите что он стоит вокруг вашей этой ну нити накаливания нити накаливания он никуда не убегает ну нам же врут что он тридцать тысяч километров в секунду бежит ну то есть вот такие простые вещи они дают понимание мира а дальше когда вы начинаете разбираться ну хотя бы вот я всем говорю вы хотя бы в одном разберитесь но чтобы он удовлетворял требованиям природы вам потом будет легко везде разобраться природе есть значит имеем место быть эксперимент повторяет природное явление да имеет место быть и тогда у вас складываются смотрите не учуеба не зазубривания а знание в бестолковке она становится осязаемой и уже не бестолковка она уже называется толковкой поэтому говорят толковый парень потому что у него уже в голове знания то что в книгах в учебниках это не знание знание только то что в голове вот такая штука да вот все же я полностью с вами соглашусь тут и неоспоримо это все а это уже дело такое соглашаться не соглашаться да лично ну все равно есть свои как бы понимание это образ скажем так того или иного предмета и вообще мироздание как оно в настоящем то что мы можем надумать какое оно есть все равно от этого не поменяется вот фантазия и дурь не имеет границ да то есть она ограничена определенными условиями ну тогда получается то что мы думаем безгранично в размерах да то что вот мы думаем это одно то что в реальности и от этого она не поменяется то что мы надумали или на предмете она вот я всем говорю вот мы родились на земле и вот мы начинаем капошить все делки а вселенной до фонаря родились вы вообще или нет вы никому не нужны вы нужны самим себе а когда появляются бандюки они трудиться не хотят ни пшеницу возделывать ни пироги печь они хотят только жрать грабить убивать и обманывать поэтому мы тут завязаны как мы решим так и будет а вселенной до фонаря как тут происходит земля она крутится она выполняет свои функции она перемещается по орбите она вращается вокруг своей оси она увязана в связке с луной и с солнцем она делает свое дело и пока мы на это влиять не можем и самое главное чтобы мы и не лезли влиять мы можем только познавать хорошо то есть ну вот мы познаем сейчас сегодня пытаемся познать все таки что такое радиация и вопрос такой то есть этот зверь нам одновременно может быть и другом и врагом ну врагом я прошу прощения говорил сын вот скажите юрий степанович но есть же то есть какие-то методы определения это радиация то есть и конечно есть но я же тебе уже сказал есть счетчик гейгера самый простой он очень простой по своей конструкции там берется металлический проводник с одной стороны он заизолирован допустим стеклянным шариком дальше поступает эта радиация и он фиксирует на осциллографе или где там это у него стоит и у него считает пук прошел заряд пук прошел сирот пук прошел сирот а когда их много он ту 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 ну это просто точно так же считают рентгеновские излучения ну да то есть я видел он как некоторые умельцы просто напросто делали на транзисторе то есть на пальце грубо говоря вот и все же а как же все таки давайте предположим вы уже сказали не знаете вот давайте предположим как же можно обезопаситься от этих скажем так излучений которые мы получили уже не то что я понимаю можно отэкранировать то есть свинцом плотным каким-то веществом бетоном нет я имею ввиду когда приняли если вы хотите мое мнение да то я бы все атомные станции уничтожил в первую очередь второе я бы помог людям осознать как использовать электричество на каждом квадратном метре земли и при любой технологической операции находить боя взаимодействие между электровеществами порождает электрический ток и вот с чего я все начал вот у меня есть я ему показывал трибоэлектрический генератор ну вот вы знаете там этот Алексей как его он у вас здесь был из Сибири он пытался сделать мой трибоэлектрический генератор я ему сказал что я помогу ну он плохо слушал но это его дело вот обязательные условия трибоэлектрического генератора чтобы была огромная контактная поверхность видите потому что электрический заряд снимается только с поверхности вот в чем все дело они этого не понимают а я сделал вот такую конструкцию зарядного устройства подаю здесь поток допустим 8 миллиметров у меня а теперь посмотрите здесь 40 и во сколько раз я увеличил почему потому что мелкодисперсный порошок имеет ну допустим ну 50 микронный он имеет допустим поверхность 8 тысяч метров квадратных на грамм если его пропускать то только часть будет электризоваться и вы будете снимать маленькую часть я это осознал я сделал вот такое устройство оно называется многозаходная винтовая линия у меня там увеличенная поверхность в десятки раз или в сотни раз и я регулирую расходом почему потому что если я тогда дам больше расход они все равно не зарядятся ну как бы вам сказать в одну дверь больше пяти человек не пролезть одновременно одному легко двоим тяжело а пятеро пятеро могут пролезть вот так и частички а нам важно чтобы они контактировали вот этот материал так называемый электроакцептор он отбирает электрические заряды у всех диэлектриков а порошки являются электродонорами когда я их снимаю я они накапливаются ну как в санкции в любой но чтобы этого не было я заземляю систему и ставлю микроамперметр вот когда я занимался напылением ну окраской и другими у меня ток протекал порядка пятидесяти микроампер ну он не нужен больше там даже и тридцати и сорока хватало а потом один человек это может ли ты сделать чтобы побольше было ну я сделал что он стал у меня давать знаете сколько две десятых ампера один и тот же Юрий Степанович а вот тут вопрос из чата и задают такой вот а Юрий Степанович платит за свет здравствуйте мои дорогие вот этот вопрос мне задавал еще старухин знает такого да 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 конечно да да он мне говорит Юрий Степанович ну вот если вы сделаете генератор и люди платить не будут я говорю хороший ты человек и добрый но власть у нас не такая вы помните как люди готовили себе самогонный аппарат был был принят закон у всех самогонный аппарат изымали сажали в тюрьму почему а потому что всякий аппарат вот этой банде во власти не они не могут с тебя взять деньги он засмеялся но не могут же они отобрать генератор вот буквально год назад наверное полтора мне приходит ролик из Читинской области там парень купил себе несколько этих батареек солнечных и сделал себе генератор а жил он в отдельном доме и он не платил государству два года и на него там набежало где-то 288 тысяч или больше я точно не помню но по-моему так где-то вот и ему приходит иск взыскать 280 тысяч он говорит я не могу вам их платить потому что я ваше ваше электричество не жрал нет ты у нас воровал он говорит нет не воровал у меня свой генератор они говорят не может такого быть он пожалуйста проверять они его всего проверили все у него перекопали потом его обкопали месяц следили можете представить какой бандитизм во власти через месяц убедились что у него все законно тогда ему энергетическая организация подает на него в суд иск на 40 тысяч что он им нанес убыток потому что вышел из их системы которую они запланировали вот вам государственный бандитизм я говорю сделать это не проблема проблема чтобы он у тебя работал и у тебя не убили и не отняли мы живем в уголовной структуре под названием российская федерация все вы должны понимать что там у вас тоже такая же структура уголовная никакой власти другой нету власть в принципе уголовна потому что она пишет законы против народа а народ источник власти хорошо юрий степанович а вот вы слышали про генератор акула 0083 там сделан на катушках не слышал и не уверен что вот о чем я говорю очень многие выдают свою схему за реально работающий аппарат или генератор дело в том что игрушка может работать но есть такое понятие промышленное применение это значит что вырабатывать электричество в каждую долю секунду определенное количество по затратам вот никто не считал какое количество затрат вложено в атомную станцию допустим или в гидроэлектростанцию так вот если вы посчитаете то мы нанесли убыток стране земле и народу а банда уголовников жреет на этом типа чубайсов ну так тут тогда нелогично получается чуть подождите строили наши дедушки родители эти станции плюс мы платили постоянно налоги на эти налоги строили атомные и различные другие станции и потом приходит этот дядя чиновника говорит что вы мне нанесли ущерб то что вы от меня отключились извините я же об этом тут услуги конечно это проблематично немножко это и называется государственный бандитизм они ничего не делали они палец о палец не стукнули они создали уголовную структуру ограбления и узаконили ее сколько у нас станций которые создавал народ сколько у нас денег брали нам не платили когда мы жили в социализме нам не платили зарплату хорошую нам говорили все ваши деньги вам на пропитание а все остальные деньги которые вы должны заработать идут на строительство государства и куда же это государство делось оказывается чубайсы его захватили и они теперь нас обложили еще дополнительными налогами за то что мы создали это оборудование ну юрий степанович а вот решение может это просто обучать людей пускай это будет лавинообразный тогда не будут успевать а мы опять возвращаемся уже к этому по кругу по третьему поумнеет человек а для этого он должен вот я всем сказал пройти курс знаний древних русов или природных знаний эти знания академики извратили показали вот очень важно я всем привожу такой простой пример чтобы вы осознали глубину того что я говорю в академии наук во всех образовательных структурах говорят что КПД не может быть больше единицы даже до единицы не может быть достигнут слышали и так каждому из нас внушают а я говорю но ведь академики это уголовники они говорят о своих дурацких размышлениях а теперь давайте я вам привожу простой пример вы все знаете что такое подсол я беру одну семечку и как они говорят что они зарабатывают деньги кладу ее в ящик и кладу миллион долларов и на год закрываю через год вытаскиваю одна семечка один миллион долларов чего он не работал думайте теперь я беру закапываю в землю доллар рассаживаю и семечку через год доллары сгнили а семечка дала мне подсолнух из одной семечки я собрал допустим пятьсот штук какой у меня КПД потому что эти бараны отлучают нас от природы и навязывают нам дурацкую систему мышления а я вас призываю именно к этому в каждом процессе который протекает на земле он электрический и всегда есть избыток или недостаток электрических зарядов поэтому избыток мы можем использовать и опять отводить вот это единственный вечный двигатель на земле когда мы изымаем из электричества которое избыточный продукт в любом взаимодействии чем я и занимаюсь я не не зарабатываю чтобы получить как многие деньги заработать электричество нет я его использую для производства и тогда у меня нет противоречий с природой у меня нет избытка у меня нет опасности и так мы должны жить все никакого шлака быть не должно если мы достаем что-то мы должны сначала продумать как его переработать с пользой если мы его не можем переработать то тогда у нас КПД будет не сто процентов а ноль ноль один процент что мы имеем думать надо поэтому я всем и говорю используйте при РОДУ и КПД будет до тысячи процентов и в